Что такое настоящий эмоциональный интеллект? Мы с вами испытываем чувства. Но одно дело что-то ощущать, чувствовать, эмоционировать. И другое дело рефлексировать, знать, что ты это делаешь. Вот вы когда думаете, вы думаете, что вы думаете? Прямо сейчас сяду, подумаю, да, вы говорите себе. Или вы садитесь и думаете. Но вы можете, конечно, сказать, сейчас я себе сяду, подумаю. Но так обычно вы сидите и думаете. Или вы думаете, а не пожевать мне умственную жвачку? Нет, вы же не думаете, она просто жуется. Но вы можете рефлексировать, вы можете сказать, о, а я умственную жвачку жую. О, а я, оказывается, задумался. О, я испытываю чувство гнева. И вот эта рефлексия, когда вы осознаете собственные эмоции, и есть первая характеристика хорошего эмоционального интеллекта, способность идентифицировать, понимать то, что вы испытываете те или иные эмоции. Вы знаете, чем они характеризуются, каковы их проявления? К сожалению, есть большое количество людей, которые, испытывая эмоции, их не способны осознать. Они могут быть очень в гневе и при этом не чувствовать это. И такие люди страдают, у них есть риск развития гипертонической болезни. Есть люди, которые очень тревожатся, но при этом не осознают собственные тревоги. Им кажется, что с этим все благополучно и нормально. У них развивается, может развиваться нарушение по желудочно-кишечному тракту, язва может развиваться, синдром раздраженной толстой кишки и так далее. Это от выраженной внутренней тревоги. Но если вы начинаете осознавать собственные чувства, и когда происходит психотерапевт, лечит психосоматические заболевания, он обязательно должен добиться того, чтобы человек начал осознавать, какие эмоции, ощущения, чувства он испытывает, для того, чтобы начать их рефлексировать. То есть развить эмоциональный интеллект. То есть развить эмоциональный интеллект.